Новый виток санкционной войны на фоне недоперемирия на востоке Украины. Несмотря на частичное прекращение огня в зоне боевых действий в Донбассе и начавшийся отвод тяжелой техники обеими сторонами конфликта, в ЕС решили не отменять запланированные ограничительные меры в отношении России. Новый черный список вступил в силу. На Смоленской площади тут же пообещали адекватно отреагировать. Москва прозрачно намекнула, подобные шаги не будут стимулировать стороны конфликта к активному выполнению положений минских документов. А значит, достигнутое с таким трудом перемирие под большим вопросом. За ситуацией следит мой коллега Владимир Нанец. Смягчения существующих санкций не будет до полного выполнения условий Минска-2. ЕС и США необходимо договориться об общей позиции в отношении России. Западная пресса призывает американского и европейских лидеров не отступать перед мощным натиском российского президента. У Владимира Путина слишком сильные карты на руках. Он власти над судьбой украинской экономики, зависимой от российского газа. А поза праведного защитника целостности России повышает его рейтингу сограждан. Из Минска глава Кремля вернулся победителем. Контроль над границей Киев может восстановить лишь к концу нынешнего года. Сепаратистским областям обещана значительная автономия, закрепленная в Конституции. А срочка с перемирием до 15 февраля усугубила положение тысяч украинских солдат под Дебальцево. И сейчас в руках Запада остается лишь одно действенное оружие против Москвы – санкции. Санкции Евросоюза против России могут быть усилены или смягчены в зависимости от развития ситуации на востоке Украины. Напомню, Совет ЕС в конце января попросил европейские службы начать подготовительную работу по любым дальнейшим действиям. И эта работа в настоящее время продолжается. Хоть какое-то затишье в боевых действиях на востоке Украины уже большое достижение, пишет британская Индепендент в своей редакционной статье. Но никто не тешит себя иллюзией, будто умиротворение не за горами. Даже одна из авторов Минского соглашения Ангела Меркель предрекает тернистый путь к миру. Ситуация очень хрупкая, особенно в отношении Дебальцева. Тем не менее, я надеюсь, что режим прекращения огня будет соблюдаться. Было ясно, что многое еще предстоит сделать. Я всегда говорил, что нет никаких гарантий на успех. Это будет очень трудный путь. С тем, что путь предстоит трудный, согласны многие аналитики. По их мнению, ужесточение санкций в отношении Москвы на фоне подписания Минских соглашений позволит Кремлю убедить российских граждан в деструктивной и несправедливой политике Запада. МИД страны уже обвинил ЕС в предвзятости при анализе реальных причин эскалации ситуации в Донбассе. Заявление, опубликованное на сайте ведомства, подчеркивается, Брюссель вновь предпочел пойти на поводу у партии войны в Киеве. Складывается впечатление, что в Брюсселе и столицах стран-членов ЕС уже либо не контролируют движение санкционного маховика, либо торопятся выдать желаемое за действительное и убедить общественное мнение в некой большей податливости России в результате ЕСовских санкций. Ясно одно – подобные решения, на которые последует адекватная реакция, противоречат здравому смыслу и не идут на пользу появившейся возможности найти решение внутриукраинского конфликта. Впрочем, западная пресса уверена – самой значимой фигурой в этой борьбе за власть на востоке Украины остается президент России Владимир Путин. Как отмечают наблюдатели, его готовность пойти на компромисс, если она вообще есть, крайне мала, и именно глава Кремля позволяет ополченцам вести войну в Донбассе. Поэтому, резюмируют западные СМИ, украинский конфликт будет длиться ровно столько, сколько это будет отвечать интересам господина Путина. Владимир Унанянц, RTV. Еврейские организации Дании отклонили предложение премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньягу. Накануне, после нападения на синагогу в Копенгагене, Иерусалим вновь призвал европейских иудеев репатриироваться на историческую родину. В Европе, впрочем, эти слова не нашли поддержки. Мы очень благодарны Нетаньягу за его предложение, но мы датчане, и ни один теракт не заставит нас переехать в Израиль, заявили в обществе евреев Дании. «Мы не позволим террору диктовать нам правила жизни. Цель террористов – запугать нас. Но евреи продолжат жить здесь, в Дании, как и повсюду в мире». «Мы хотим остаться в Дании. Хоть мы и обеспокоены ситуацией в области безопасности, мы уверены, что датское правительство возьмется за этот вопрос». Против еврейской миграции высказались и в Германии. Канцлер Ангела Меркель заявила, немцы хотели бы продолжить жить вместе с евреями. А премьер Франции Эммануэль Вальсе вовсе раскритиковал инициативу Нетаньягу, заподозрив того в предвыборных спекуляциях. На фоне этих заявлений во Франции произошел очередной акт антисемитизма. Неизвестные осквернили около 400 могил на еврейском кладбище в городе Сар-Юньон в регионе Эльзас. На многих плитах были нарисованы свастики и написаны нацистские лозунги. Еврейское кладбище в Сар-Юньоне оскверняется уже не первый раз. Но какой может быть моя реакция? Это скандально. Даже если учитывать, что еврейская община в Сар-Юньоне не так уж велика, здесь покоятся сотни евреев, живших в нашем городе. Разрушать могилы недопустимо. В Ливии, где цари двоевластия, выступили за и против египетского авианалета. Воздушные удары по позициям боевиков, связанных с группировкой «Исламское государство», стали ответом Каира на казнь 21 христианина Копта. Власти Египта пообещали отомстить за расправу. Переходное правительство Ливии поддержало военную операцию соседней страны против джихадистов. Избранный на всеобщих выборах парламент в связи с массовым убийством египтян объявил на подконтрольных ему территориях трехдневный траур. В свою очередь, Происламский всеобщий национальный конгресс выступил с критикой Каира. Мы решительно осуждаем египетскую агрессию, осуществленную сегодня утром в городе Дерна. Мы считаем, что это нарушение суверенитета Ливии. Между тем, убийство джихадистами египетских христиан-коптов осудили как западные страны, так и государства исламского мира. Администрация США назвала казнь заложников подлым и трусливым преступлением. Такую же оценку расправе дал генсек Лиги Арабских государств Набиль Алираби. Египет должен дать жесткий ответ террористам, заявил он. Конечно, то, что произошло, это варварский террористический акт, который возвращает нас назад в каменный век. Я не могу себе представить, кто мог на такое пойти. Египет имеет полное право на самооборону, и он должен принять меры против терроризма. Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok